Мастер-классы, викторины, лекции и отличное настроение. Воскресенье в Струковском саду отпраздновали День молодежи. Волонтеры Победы, представители студенческих отрядов и другие творческие коллективы подготовили для гостей тематические площадки с интерактивными развлечениями. У пришедших была возможность лично пообщаться с самыми яркими представителями молодежных сообществ города на Волге. Одним из почетных гостей праздника стала глава Самары Елена Лапушкина. Эту краску мы потом храним в штабе, в студотряду. Точкой притяжения для зрителей стала открытая эстрада, на которой в течение всего дня в режиме нон-стоп шли презентации организации участников. Здесь выступал крупнейший коллектив чирлидеров «Крылья». Все желающие могли испытать удачу в музыкальном лото и принять участие в благотворительных акциях. Несмотря на то, что в эти дни традиционно принято честовать молодежь, развлекательную программу сделали для людей всех возрастов. Мы предусмотрели различные варианты для того, чтобы можно было занять и молодежь, и детей, и, соответственно, более старшее поколение для всех найти занятие по душе и по интересам. В этот день для молодых людей подготовили не только развлекательную программу. Все желающие могли найти себе работу на время летних каникул. Очень много молодежи интересуется нашей деятельностью в музее, смотрят на наши достижения, чем мы занимаемся, что мы можем предоставить студентам в летний трудовой период. Волонтеры «Победы» рассказывали гостям о исторических фактах, связанных с Великой Отечественной войной. У нас проходит российский исторический квест «Наша победа». И все желающие, можно сказать, от мал до великой, дети, вместе с родителями, они могут принять участие в нашем квесте, пройти шесть станций. Наши станции посвящены истории Великой Отечественной войны, потому что наша главная цель – это сохранение исторической памяти. Поэтому здесь можно начать с любой станции и пройти. В завершении праздника на сцену вышли популярные музыкальные коллективы «Самары». Хэтлайнером стала группа «Комедос», которая раскачала зрителей под зажигательные ритмы регги. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События.